Певец рассказал о своей пагубной привычке. Леонида Агутина не раз подозревали в излишней любви к зеленому змею. Сколько раз из-за алкоголя певец попадал в неприятные ситуации. Однажды в Америке после веселой вечеринки с другом он попал в полицию, в Юрмале подрался в клубе, а также его ловили папарацци и вовсе спящим ночью на лавочке. Но самое ужасное, что из-за своей пагубной привычки он чуть не потерял любимую жену, Анжелику Варум. Однажды после фестиваля «Новая волна» Леонида засняли целующегося с неизвестной девушкой. Как потом уверял Агутин, он даже не помнил ни того, что делал, ни саму девушку. Залез в интернет, а там это лажа, целуюсь и обнимаюсь с той самой девушкой, с которой разговаривал на вечеринке. Я просто обалдел. Рассказывал потом Агутин, смотрю на это безобразие и не верю собственным глазам. Все этой сцены я не помню, абсолютно, я не стал оправдываться, не давал комментариев, не ходил на ток-шоу, хотя меня звали сто раз. А что тут выяснять, что не говори, в любом случае сам виноват. По горячим следам поговорить с женой не удалось. Точнее, говорила в основном Анжелика, и очень эмоционально. Я выслушал все, что должен был выслушать. Она собрала вещи и уехала. Я звонил ей, но она не брала трубку. А через день мы увиделись на концерте. Маня, Варум на самом деле зовут Марией, демонстративно молчит, как будто в упор меня не видит. Я тоже, понимаю, что говорить в такой ситуации, глупо. Что тут скажешь? А сердце просто разрывается от тоски и чувства вины. И вот в таком состоянии мы выходим на сцену и поем песни о любви. Отработали концерт, молча прошли в гримерку, переоделись и вновь разъехались в разные стороны. На следующий день концерт в Питере. Номера в гостинице у нас были напротив. Она постучала и зашла. Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся. В общем, надо меньше пить. С тех пор Агутин следит за своим поведением и не позволяет себе лишнего. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тем не менее, певец признается, что проблема осталась. Я алкоголик. Просто мне повезло. Я – высокоинтеллектуальный алкоголик. Поэтому, когда я завязываю пить, мне самому с собой не скучно. Я довольно-таки самодостаточный человек и не думаю, как же мне провести время, как же дальше обойтись без стакана. Ужас меня не охватывает. Есть много других занятий. А началось это все из-за того, что, когда я был молодой, на меня все навалилось, появилось внимание журналистов. Я что-то немного перепугался, был к этому не готов. А потом как-то научился обходиться без этого. Вот и все. Сейчас бывают моменты, когда хочется выпить, но делаю я это очень редко, признался певец. Субтитры сделал DimaTorzok